Что-то и рыба сегодня совсем не клюёт. О, видимо что-то большое поймала. Э, что за летающая живая консерва? Я не консерва, я Пайман! Боже, оно ещё и пищит так противно. Стой! Пайман теперь будет всегда и везде с тобой летать. Этого ещё не хватало мне. Я отведу тебя в мир Тейвата, где ты будешь путешествовать и искать своего брата. А потом бороться со всякими боссами и помогать просто каждому встречному. А я буду тебя бесить своим бескрайвым голосом. Так, куда ты меня позовёшь? Геншин Импакт! Добро пожаловать в мир Геншин Импакт. Номинированную как самая популярная и лучшая мобильная игра уже как два года подряд. В этом году игре исполняется уже два года. И в честь такого события давайте всё же разберёмся, что и кто такой этот Геншин. Ой, я думаю про эту игру слышал уже просто каждый из вас. А если нет, то я вам сейчас всё покажу. Но осторожнее! Если вы станете в неё играть, то вы пропадёте из реальной жизни, потому что игра просто смертельно засасывает тебя и не выпускает. Пусти! Сначала выполни ежедневки. И потрать смолу. Итак, основная часть этой игры это, конечно же, путешествия. Огромная карта, огромные территории и регионы с крутыми локациями. Каждый регион владеет своей уникальной культурой, архитектурой и историей. Настолько детализированные локации, что ты гуляешь и не можешь налюбоваться всеми этими прекрасными видами. Боже, это так прекрасно. И ещё хочется отметить, что и музыкальное сопровождение здесь просто нечто. Просто послушайте. Это мой самый любимый саундтрек в Монштадте. Так и хочется под неё зареветь. Также в Таевате, так называется мир, с которого и начинается твоё приключение, ты можешь взаимодействовать с окружающей средой. Бегать по лесу, плавать, летать как свободная птица, где захочешь. Залезать на деревья. Иногда даже когда этого совсем не хочется, но твой персонаж возомнил себя макакой. Можешь добывать фрукты или поохотиться за различной добычей. Ну и можно карабкаться по огромным скалам, на которых находятся неведомые цветочки, которые тебе тоже будут нужны. Наконец-то я нашла, я целых пять минут залазила на эту скалу. Но мир Таевата не всегда был таким спокойным и прекрасным. Погружаясь в эту историю, ты узнаешь, что Таевату грозит опасность, от которой только ты сможешь защитить и спасти этот мир. История поистине очень прекрасна. Красивые персонажи, интересная история и сюжет. Здесь также есть и монстры, от которых нужно защищаться. И красть в них сундучки, из которых выпадают огромным водопадом подарки. Которые не всегда крутые. Эм, что это, господи? Им даже колбасу не порезать. Конечно, после такого путешествия и покушать можно. А еды здесь такой огромный выбор, что даже порой и не знаешь, чем себя покормить. Но не переживай, твоя подруга Пайман готова съесть всё. Сражаясь с монстрами, тебе придется обучиться владению стихиями. Поначалу это кажется сложным, но в помощь тебе придет химия. И красавчик-учитель Альбедо. О, так я быстро выучу всё. Всего есть 7 природных элементов. Крио, пиро, гидро, анимо, аниме? Нет, не аниме, анимо. Электро и гео. А в недавнем обновлении стал доступен посредний элемент Дендро. И эти элементы нужно еще правильно совмещать. Допустим, совмещая воду с огнем, получится испарение. Крио элемент с водой, получим заморозку и так далее. Вроде не сложно. Каждые 7 сил принадлежат своим архонтам. Архонты это божества, у которых также есть своя длинная и поистине прекрасная история. Бегая и изучая различные регионы, тебе также по сюжету будут показывать и различных персонажей, у которых своя история, с которыми ты будешь знакомиться на протяжении всей игры и помогать им, проникая в их историю еще больше. Персонажи настолько детализированы, что с каждым новым выпущенным персонажем ты будешь кричать и молить о помощи, чтобы не достать свой кошелек и не потратить все на этого персонажа. Забирайте все мои деньги, я хочу его! Здесь все персонажи со своими прекрасными, грустными и различными историями, которые тебя точно не оставят равнодушным. Поэтому заранее подготовь платочки для слез. Можно даже ведро прихватить. Потому что персонажей очень много. У каждого своя история и свой характер. Даже злодеи здесь офигенные, чего только стоит одна история Тертали и его брата. Кошелек держил. Сюжетной линии здесь так много, что ты успеешь познакомиться абсолютно с каждым героем и прочувствовать все их истории. В игре также можно играть с друзьями онлайн, позвать их в свой мир или присоединиться к друзьям, помогать друг другу в борьбе с боссами и просто изучать мир вместе. А теперь к важным новостям. 28 сентября вышло глобальное обновление 3.1, где будет настолько много контента, что вы точно забудете про реальность. В Сумеру появится новая область – пустыня Дешрет. Это полная противоположность зеленому и процветающему лесу Дармы, который был открыт в обновлении 3.0. На данной локации можно будет найти различные пирамиды и огромный храм. Пустыня Дешрет таит в себе загадочную историю, а также кучу таинственных загадок и головоломок, которые нужно будет разгадать. Также добавят новых персонажей из их сюжетной линии, таких как Сайна. Электроперсонаж, представляющий Сумеру, похож на какого-то крутого египетского божества. Держите кошелек. У него также есть свой характер, свои навыки борьбы и очередная офигенная история. Также еще появится новый персонаж Кандакия, либо Кэндис. Как потомок защитников деревни Ару, она обязана защищать свой дом и оберегать деревню Ару от опасностей. Тоже просто египетская богиня. Гиня, эти персонажи так подходят к локации пустыни. Ну и также будет еще новый персонаж Нилу. Девушка танцующая нежный танец, которая уведет зрителей в мир фантазии. Просто прекрасная девочка, которая любит танцевать. А также будут рераны персонажей Венти и Альбедо. Еще добавят нового босса, дракон вечных бедствий. Новые ивенты тоже уже не за горами. И их будет настолько много, что скучать точно не будете. Совсем скоро нас будут ожидать ивент «Путь сияющего нефрита». Заходите в игру ежедневно, чтобы получить 10 переплетающихся судеб и других наград. Еще осенью в Манштадте пройдет праздник вина. Согласно преданиям, на этот праздник делают новое вино и приглашают аниме Архонта отведать его вместе. Венти, я жду тебя в агвести. Во время события путешественникам предстоит по очереди открыть 4 особенных игровых процесса. В осеннем кризисе нужно помочь охотникам прогнать лесных кабанов, которые начали доставлять неприятности. В воспитании ветром путешественники получат усиление сил и сразятся с могущественными врагами. В процессе благотворительности творчества нужно управлять лавкой и грамотно распределять доступные средства. Прямо можно открыть собственный бизнес. В последнем игровом процессе благословения Изобилия путешественникам предстоит следовать подсказкам записок, чтобы найти бочонки Изобилия. Открыв их вы получите благословения жителей Манштадта, а также подарки, которые они подготовили. Проходя эти праздники, вы также сможете получить эксклюзивное оружие Копье Послания Ветров. Еще будет ивент Путешествия Искателя Звезд и боевое событие Инадзумы Хякунин Ики. Хякунин Ики! Мне просто понравилось название. И также будет онлайн событие Бесконечное Путешествие. Пусть это путешествие никогда не закончится. Ну и к последней новости об обновлении. Вы готовы? Геншин Импакт совместно с компанией Юфа Тейбл начали работу над проектом собственного аниме. Собственное аниме по Геншин, мне кажется, такое точно никто не ожидал. Я думаю, каждый будет очень этого ждать. Я играю в эту игру уже более года, помню, как я не хотела ее скачивать, потому что меня запугивали тем, что я пропаду отовсюду. Так и случилось! Меня очень затянула эта игра, настолько красочная, с прекрасными персонажами и их историями. Мне советовали ее многие, и теперь я советую ее вам, чтобы вы сами смогли ощутить на себе этот прекрасный мир Тейват. Скачать игру вы сможете по ссылке в описании или по QR-коду в углу экрана. А по моему бонусному промокоду вы получите 60 камней истока и 5 опыта Искателя Приключений. Успейте его ввести в игре. Ну а я желаю вам удачной и прекрасной игры. Пусть это путешествие никогда не закончится. Еще вам Паймен говорит, чтобы вы подписались и поставили лайк. Субтитры создавал DimaTorzok